Когда количество возгораний недопустимо растет, сегодня ночью губернатор региона Александр Осипов ввел в лесах Забайкалья режим ЧАЭС. Пока не лопнет коммунальное терпение, чатинцы относятся к раскопкам и временным неудобствам с пониманием. Нацпроект образования и телеканал РТК Забайкалья взял под личный контроль капитальный ремонт в школах. Будем следить за сроками и качеством и расскажем вам. Об этих и других темах расскажем более подробно прямо сейчас. В эфире новости РТК Забайкалья в студии Екатерины Бокшеева. Здравствуйте. Губернатор Забайкалья Александр Осипов ввел режим ЧАЭС в лесах края. Решение принято из-за аномального количества действующих в регионе пожаров и большая часть из них возникла по вине человека. По данным Минприроды, сегодня на территории края действует 11 лесных пожаров. В тушении задействованы порядка 500 огнеборцев и 70 единиц техники. Огненная стихия бушует в шести районах Забайкалья. Крупный очаг площадью 360 гектаров удалось локализовать в Могочинском районе. Федеральная служба авиалесоохраны направила 18 десантников для тушения возгораний в Чернышевском районе. Более 200 виновников пожаров уже выявлены. Им грозят штрафы до 2 миллионов рублей. Напомним, 17 мая спецслужбы региона переведены в режим повышенной готовности. И к городским новостям. Не только дорожники, но и коммунальные службы приступили к летней ремонтной кампании. Модернизация внутренних коммуникаций продолжается на Бабушкино. Из-за этого часть одной из самых оживленных улиц города сегодня перекрыта, что создает ряд проблем для местных жителей. Каких именно, расскажут мои коллеги. Дорожные работы порой мешают не только автомобилистам. Пробку на улице Петровска-Заводской, которая образовалась из-за замены теплосетей на улице Бабушкино, некоторые автомобилисты бежают через соседние дворы. Устав от постоянного потока машин, жители одного из дворов повесили замок на ворота. Водители уже привыкли к обходному пути, но заметив, что он больше недоступен, сдают назад. Вчера я, например, в 8 часов вечера шла, тут все было открыто, а сегодня утром они закрыли. И правильно сделали, надоело. Дети ходят там, а машины без конца все, вот это вот, все, что стоит на этом, Петрозаводской, они все через наш двор ездили. Пошли затруднения, значит, работы коммунальных служб по вывозке мусора, так, потому, но, плюс, как говорится, нам из дома не выехать было. И вот детская площадка, тут ребятишкам не пробежать, но, как говорится, там мячик выкинул под машину. А вот двор на противоположной стороне улицы открытый. Хоть жильцам и досадно, от шума двигателей и клубов пыли, но к ситуации люди относятся с пониманием. Ну, это же вынужденная ситуация, надо же где-то автомобили ездить с одной стороны. Потому что такая схема в организации движения разработана. Когда-нибудь деться, надеюсь, это скоро закончится, это все временно, поэтому готовы потерпеть. Когда они вот отсюда проезжают, именно через двор, а не через верх, в принципе, так больше нет. Раскопки ТГК-14 в районе Столярово и Баргузинской придется терпеть до середины июля. Затем к работам приступят дорожники, а значит, пробки и все неудобства продолжатся вплоть до поздней осени. Даниил Батвинский, Антон Носов, РТК Забайкалье. По информации пресс-службы ТГК-14 сегодня энергетики приступили к укладке 400 метров нового трубопровода на улице Бабушкина. Затем намечена врезка обновленного участка в действующую сеть. Жителям домов на перекрестке Баргузинской и Бабушкина в связи с работами 21, 22 и 23 мая придется временно потерпеть отсутствие в квартирах горячей воды. Еще о ремонтах Забайкальский край принимает участие. В 14 национальных проектах на их реализацию в бюджете региона предусмотрено свыше 24 миллиардов рублей. В числе ключевых направлений нацпроект образования. Сегодня 400 школ в Забайкалье нуждаются в капремонте. И работа идет. На стройплощадке одного из объектов побывали мои коллеги. Сегодня в 40-й школе не услышишь звонка на урок. Здесь стучат отбойные молотки и гремит техника. Капитальный ремонт стартовал, как и было заявлено, в середине марта. Мы произвели демонтажные полностью на 100% все работы. Приступили сейчас к монтажу штукатурки. Где-то около уже 90% уже есть. И сейчас, в данный момент, заливаем полы, подготавливаем к укладке плитки, линолеума, ну и 7 последующих работ. Сейчас подрядчик работает над электричеством и отоплением. Параллельно, чтобы не терять время, ремонтирует кровлю. К слову, даже перерывы из-за капризной забайкальской погоды не мешают придерживаться графика. Сдать школу собираются к 15 августа. А пока родные стены разбирают строители, сами учащиеся продолжают грызть гранит науки. Но уже у соседей. На сегодняшний день в нашей школе обучается 1470 обучающихся. Учебный процесс у нас не прерывался ни на один день. Мы очень благодарны коллегам соседних школ, которые нам предоставили условия для обучения. Поэтому буквально через несколько дней у нас выпускники заканчивают уже обучение. Ну и 29 мая наши обучающиеся все заканчивают успешно учебный год. В проекте обновленной 40-й школы учитывались как современные требования, так и пожелания самих учащихся, их родителей и, конечно, педагогов. У нас появятся дополнительные зоны отдыха. У нас появятся дополнительные локации для детских движений. Это такое, как Центр детских инициатив. У нас появится локация для работы юноармейцев. Ну и, кроме того, у нас появятся различные каворкинг-зоны, где ребята смогут посидеть, поработать, если надо пообщаться во время перемен. А еще различные лаборатории для практических занятий. Кабинеты станут в разы просторнее. Конечно, сами выпускники немного расстроены, что не смогут увидеть преображение. А вот сотня первоклашек в новом учебном году будут точно рады обновлению. Напомним, в этом году на капремонт шести школ в Забайкалье выделено 585 миллионов рублей. За минувшие два года более трех миллиардов рублей уже направили на ремонт 72 образовательных учреждений края. Эльшат Сафаров, Антон Носов, РТК Забайкалье. Читинским малышам стало проще и интереснее развивать свои познавательные и речевые навыки. Детская поликлиника номер 3 в 2021 году приняла участие в гранте фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и получила новое оборудование. Что умеют новые тренажеры, узнавал Григорий Анипер. Александр со своей трехлетней дочкой Соней посещают психолога в детской поликлинике номер 3 буквально пару месяцев. Решили ходить для общего развития ребенка, улучшить мелкую моторику рук. Самой Соне все очень нравится, с удовольствием посещает занятия, каждый день открывая для себя что-нибудь новое. Установка заинтересовывает. Есть много интересных и шары, и электронные эти, и песочек. Песок вообще интересно, по идее, рисовать-то и пальцами можно, и это, ну, тоже, так сказать, мелкая моторика, и, так сказать, воображение. Новое интерактивное оборудование протестировала и трехлетняя Таисия. Она с мамой посещает занятия около полугода, и за это время стала гораздо лучше говорить и выражать свои мысли. Я считаю, в принципе, должны быть очень полезны для развития ребенка, потому что мы ходили только в наушниках, а это уже такое более современное и, мне кажется, какое-то прогрессивное все же оборудование для нашего края. Читинская детская поликлиника номер 3 в 2021 году участвовала в гранте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и победила. Благодаря этому кабинет психолога пополнился уникальными для Забайкалья тренажерами. Это интерактивный сенсорный мультимедийный стол, программно-аппаратные комплексы, установили также несколько игровых тренажеров и световой планшет для рисования песком. Оборудование помогает малышам развивать мелкую моторику, речь, координацию, усидчивость, внимание и стрессоустойчивость. Это все оборудование рассчитано на детей с четырех и до подросткового возраста. Подростки у нас тоже работают на таком, потому что для них пришли определенные тестирования на эмоциональное состояние детей, поэтому они также работают. Каждое занятие у нас проходит в зависимости от возраста. Если ребенок от трех лет, три года, то у него занятие идет 15-20 минут, потому что больше он не сможет отработать. Подростки работают больше от 30 до 40, до часу. За день эту комнату уже посещает около 10 детей. Каждый из них учится новому в привычной для возраста игровой атмосфере. Григорий Анипер, Антон Носов, РТК Забайкалье. Это еще не все новости на сегодня. Смотрите далее в нашем выпуске. Отказался от брони и отправился на СВО о подвиге погибшего бойца из Чернышевска Артема Закирова и его непростом жизненном пути. Расскажем совсем скоро. Пока полный запрет парит в воздухе. В центре Читы наша съемочная группа обнаружила точку, где открыто продают вейпы детям. Агентство по туризму, если результаты от работы нового ведомства, узнавала наша съемочная группа. Пап, зачем ты каждый год идешь сжечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? А если сгорит лес и наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигай сухую траву. Потомственный железнодорожник из Чернышевска отказался от брони и отправился на специальную военную операцию, сказав близким о своем решении в самый последний момент. С мамой бойца встретился Даниил Ботвинский. Артем Закиров никогда не был трусом. Когда ему исполнилось 18 лет, он учился в училище. Несмотря на то, что у него была строчка, добился того, чтобы его взяли в армию. Спустя годы он обзавелся семьей и детьми, работал на железной дороге. Осенью 2022 года история со службой в армии повторилась. У мужчины была бронь от мобилизации, но от нее он отказался и отправился на СВО. Мы не знали. Честно говоря, мы не знали. Он сам все это решил. Он мне позвонил. Вот вроде сегодня позвонил. Это было 20 октября 2022 года. Говорит, мама, завтра я уезжаю. А куда, говорю, уезжаешь? На войну. Я говорю, ты что натворил-то? Я говорю, Таня знает? Нет. Я говорю, давай, есть звонить. Она на работе. Я говорю, Таня, тебе Артем звонил, а она нет. Я говорю, так он завтра уезжает. Куда уезжает? Я говорю, так вот так. Вот вечером давай. Сумку собирали ему тут. Посидели. Старший сын в семье приехали. Посидели. На завтра военкомат проводили. В аэропорту близкие видели бойца живым в последний раз. 16 апреля 2023 года Артем позвонил своей маме и сказал, что отправляется на боевое задание. Я вообще даже с кроватью встать не могла. Я вся оттекла и все. Потом давай скорую вызывать. А это вот предчувствие было. Он, видно, умирал. А мне дома было плохо. Мне даже воздуху не дышать не могла. А маленький тоже, говорит, спали с Таней. Он, говорит, проснулся. Говорит, часа в 4 утра. Говорит, мама, что так мало мне дали воздуху? Я дышать-то не могу. Я говорю, ну, значит, через себя нас пропустил, видно или как ли. В ожесточенном бою Артем и его напарника стали вдвоем на рубеже удерживать позицию. В сражении боец погиб. А спустя пару месяцев после страшных для семьи Закировых событий в сети стала гулять наглая ложь об Артеме. Видно, укроповцы вытащили у него. Где? В Ките. В Ките ли где там чего-то вытащили. И по всей потом украинце там писали. Вот это я даже читала. Да он не патриот. Да он, в общем, мразь. Всяко-всяко обзывали. Горькие сомнения развеяли сослуживцы Артема. Так получилось, что у них остался телефон бойца. Слышу, мне звонит Артем. Ну, написано же Артем. Я напугалась, думаю, я в сторону кладбища смотрю, думаю, так Артемка-то у нас там. А это когда-то нам говорил, Wi-Fi ему давал, чтобы домой перезвонить, пока своей сим-карты не было там на Украине. Он говорит, а я Миша. Я говорю, ну, тогда я вас знаю, потому что Артемка рассказывал. Я говорю, скажите, какой у меня вот сын-то там, говорит, ой, да ваш сын, говорит, это, он, говорит, заводил, и за ним, говорит, почему-то старше его намного, а за ним тянулись. Он все, говорит, то инедоты рассказывал, то есть все шутил, все шутил, говорит. За свою доблесть Артем был достоин Ордена Мужества, посмертно. А в депо, в котором он работал, в память о нем теперь висит мемориальная доска. Даниил Батвинский, Антон Носов, РТК Забайкалье. Указ о национальных целях подписал накануне президент России Владимир Путин. О развитии экономики и транспортной инфраструктуры Забайкалья и главных инвестпроектах мы поговорим сегодня с гостем нашей студии, заместителем министра планирования и развития Забайкалья Людмилой Ковальчук. Людмила Борисовна, здравствуйте. Добрый день, Кать. Среди национальных целей, озвученных президентом до 30-го года, устойчивая и стабильная экономика, как Забайкальский край, планируют ее достичь? Действительно, президентам поставлены очень масштабные, я бы сказала, амбициозные цели. До 30-го года необходимо увеличить инвестиции в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с 20-м годом. Для нашей инвестиционной команды это, конечно, вызов, но я должна сказать, что для этого уже много сделано. 5 лет с 2019 года Забайкальский край устойчиво демонстрирует прирост инвестиций в основной капитал. По этому показателю мы сегодня держимся в десятке лучших регионов России, мы занимаем шестое место. Скажите, а планируется ли дальше развитие транспортной инфраструктуры в поселке Забайкальск? Вы знаете, сегодня транспортная логистика, эта отрасль переживает какой-то бум просто, и особенно поселок Забайкальск. Здесь наши инвесторы, наша региональная инвестиционная компания планирует ряд очень интересных проектов создания транспортно-логистических центров, терминалов. И не только, кстати говоря, в поселке Забайкальск, но и в Приоргунске, Даурия и Борзе. И это такие интересные проекты, которые, я думаю, заставят заговорить о Забайкальске не только в России, но и по всему миру. Благодарю за беседу. Напомню о развитии экономики и транспортной инфраструктуры Забайкаля и главных инвестпроектах. Мы говорили сегодня с гостем в нашей студии, заместителем министра планирования и развития Забайкалья Людмила Ковальчук. Полную версию интервью смотрите на нашем YouTube-канале и в социальных сетях. В России планируют запретить продажу вейпов и никотиносодержащих смесей, в составе которых есть вкусовые ароматизаторы, с целью снижения их привлекательности среди подростков. На сегодняшний день несовершеннолетним не составляет труда достать электронные сигареты. Их напрямую и без всяких проблем продают им прямо в центре Читы. Одну из таких точек нашли наши корреспонденты. По данным Минздрава, 90% потребителей электронных сигарет в России несовершеннолетние. Такой золотой жилой пользуются недобросовестные предприниматели, которые обогащаются за счет беспечности детей. Одну из таких точек мы нашли в самом центре Читы, у площади Ленина. Сразу после уроков сюда тянутся целые вереницы школьников. У подростков, которым совсем недавно исполнилось 14 лет, не спросили паспорт. И даже любезно проконсультировали. Я говорю, получается, есть что-нибудь из вейпов до тысячи? Они говорят, вот, вот, ашкудишки, всякие подики, одноразки. Получается, просто давайте любой. Они дали, и все. Паспорт не спрашивали? Нет, вообще-то ничего не спрашивали. Вооружившись камерой, с покупкой отправляемся обратно в магазин. Никто никому ничего не продавал абсолютно. В смысле не продавали? Давайте посмотрим по камерам. Камер-буляш. Камер-буляш? Почему вы не спрашиваете паспорт? Всегда спрашиваю паспорт. Нет. Этот мальчик вышел из вашего магазина. Ему даже не 16 лет. На каком основании продали? Он мог попросить любого взрослого. Покупал сам ребенок, никто паспорт не показывал. На каком основании? С чего вы взяли, что ребенок сам покупал? У нас продажа без... В вейп-шопе продавцы, естественно, не признали своей вины. Видимо, для них премии за продажи ближе к сердцу, чем детское здоровье. В США, странах Запада Европы случилась вспышка, и появился новый термин, новая болезнь. Вейп ассоциировано к поражению легких. И опасно вот в этих устройствах не только и не столько никотин, как ароматизаторы, различные красители, добавки на основе глицерина, которые осаждаются в легких, вызывают поражение легких. Мы сейчас имеем данные о том, что эти устройства могут приводить к возникновению пульмонитов, заболевания полустерта, периодонтитов. У меня за последние годы был один тяжелый пациент, которому требовалась реанимация, респираторная поддержка, который употреблял никотинсодержащий смесь. Таких случаев по всей России десятки. Весной прошлого года в Челябинске подросток попал в реанимацию из-за травления вейпом. Врачи три дня боролись за его жизнь. Ребенка удалось спасти. Зимой того же года подобный случай произошел в Волгограде. Были и летальные случаи. Так в январе 2023 года в Петербурге умер восьмиклассник. Рядом с его телом нашли электронную сигарету, которую он раскуривал в тайне от родителей. Вот смотрите, в никотине есть определенная дозировка, да, в сигарете. А в вейпе этой дозировки нет. Там может быть просто более или менее содержащие никотин веществ. Понятно, да, что там получается практически от двух, трех и более сигарет в один раз. Вот почему происходит, собственно, отравление даже никотином. Чтобы снизить привлекательность вейпов, в особенности среди подростков, в России планируется запретить ароматизированные жидкости, которые и придают пару вкус шоколада или яблок. Соответствующий проект разработало Министерство здравоохранения России. Неоднократно поднимался вопрос и о полном запрете вейпов, но пока все инициативы парят в воздухе. Даниил Батвинский, Сергей Миртов, РТК «Забайкалье». Руководители недавно созданного в «Забайкалье» агентства по туризму сегодня встретились со СМИ, чтобы рассказать о работе нового ведомства, о планах на будущее и первых проектах, которые им предстоит воплотить для туристического развития региона. 2024 год для региона стартовал под эгидой развития туристической инфраструктуры. Благодаря финансированию из национального проекта в этом году в «Забайкалье» удалось построить множество санитарных зон рядом с придорожными кафе для комфорта и удобства посетителей. Для дальнейшего привлечения туристов в планах выделить часть средств и на создание арт-объектов. Мы понимаем, что в ближайшее время, возможно, въездной туризм не так будет развит, но он будет, учитывая наше соседство с Китаем, будем стараться его развивать, но внутренне он все-таки сейчас в приоритете, чтобы к нам приезжали, к нам у нас отдыхали. То есть мы могли представить только лучшую инфраструктуру, придорожный сервис, тропы, экотропы, потому что мы сейчас знаем, что предпочтение туриста немного изменилось. Не то чтобы за комфортом едут, а едут за экологией, за интересными местами. Благодаря различным источникам финансирования, агентству по туризму удалось заинтересовать предпринимателей в развитии собственного края. Так, на одной из встреч в Агинском обсудили возможность строительства пяти новых гостиниц. Также сегодня идет серьезная работа по привлечению туроператоров и созданию новых мест отдыха. Например, проект БАМ-туристический в тандеме с шестью регионами России. По плану он будет привлекать не только жителей нашей страны, но и гостей из ближнего зарубежья. На сегодняшний день мы хотели бы как раз 19-20 июля также пригласить крупных туроператоров, пригласить не только из Китая, но и из Монголии, наших соседей, и поговорить о взаимодействии, вообще о сотрудничестве в сфере международного туризма. То есть такие планы есть. Помимо обсуждения перспектив края, участники пресс-конференции назвали топовые места отдыха, в которых любят отдыхать как сами забайкальцы, так и приезжие туристы. В список вошли эко-курорт Кука, озеро Арахлей, святыня Агинского бурятского округа и ленд-арт-парк Тужи. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Подписывайтесь на нас в Телеграм и в других социальных сетях. Если вы стали очевидцем чего-то необычного, стали героем непростой истории, вам нужна помощь и вы не знаете, куда обратиться. Звоните в нашу редакцию по номеру телефона 21-7503. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok